Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к работе в осенне-зимний период 2019-2020 годов – один из главных вопросов, которому уделяется пристальное внимание и находится на особом контроле у Министерства строительства и ЖКХ ДНР. От этого напрямую зависит комфорт и уют населения, а значит, все должно быть сделано в срок и без сбоев. В Иловайске почти за полгода коммунальщиками проведен немалый объем работ по подготовке инженерных сетей и объектов, инфраструктуры города к отопительному сезону. Особое внимание многоквартирным домам. Мы идем согласно дорожной карте, то есть отставаний у нас на данный момент нет. По шиферным кровлям, те заявки, которые у нас были, выполнено 100% работ. По запорным арматурам, замене головков, также у нас 100% выполнение работ. Есть некоторые отставания, это у нас по промывке систем, которые были связаны с тем, что у нас не было оборудования. Сейчас ЖЭКом закуплено оборудование и промывки будут осуществлены вовремя. Опрессовка идет тоже согласно дорожной карте. Это у нас сейчас на данный момент 90,4%. Подготовка многоэтажей Коловайска к отопительному сезону еще во многом зависит и от платежной дисциплины жильцов домов. Как бы коммунальщикам не хотелось вовремя и качественно выполнить весь запланированный объем работ, без своевременной оплаты за жилье сделать это практически, увы, невозможно. Коммунальные предприятия города вынуждены добиваться взысканий с населения долгов за потребленные услуги в судебном порядке. Ведется работа по заявлениям, поданным в суды. Это и по квартплате, и по мусору. То есть мы уменьшаем значительно долг населения. Я вам скажу, допустим, по вывозу мусора в прошлом месяце у нас оплата была 140%. Объекты социальной сферы Иловайска к предстоящей зиме готовы почти на 100%, констатировал Сергей Муха. Единственное, что еще предстоит сделать, установить 8 радиаторов в одном из дошкольных образовательных учреждений города.